Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать историю, что произошло со мной 29 числа утром. Все подробности я вам в инстаграме ставила истории. Я поставила историю, что у меня сегодня самый худший день в моей жизни. И все подумали, что меня бросил парень. Все начали ему писать, что как ты мог. Ах ты скотина, мы тебя найдем. В общем, сегодня у нас с вами хачапури. Здесь у нас свежий ананас. Я нарезала вот так вот интересненько. Чай и вот такой вот десерт, или как правильно назвать, который никогда не пробовала. Сейчас с вами вместе попробуем. Приступим. 29 числа. Мне утром, когда я умывалась, пришел мейл. Как-то знаете, не знаю, почему-то ли я почувствовала внутри, у меня что-то сжалось. Мне как-то резко стало страшно. Не знаю, почему обычно такое у меня не наблюдается. Возможно, из-за того, что когда я спала в 5 часов ночи, мне звонил какой-то номер. То ли это была Великобритания, то ли это была Америка. То есть, не наш абсолютно номер. И это меня изначально, когда я проснулась, немного насторожило. И тут мне приходит мейл. Смотрю от Ютуба. И в мейле написано. Уважаемая Айка Эмили. Говоря простым языком, мы вас увольняем. Я сначала подумала, что это какой-то прикол. Большинство видео на вашем канале не соответствуют условиям партнерской программы Ютуб. Я не понимаю, в смысле не устраивает. А что именно не устраивает? Что я делаю не так? В общем, я вам буду объяснять. Не на ютубовском языке, так скажем. Потому что, если я буду там говорить вот эти моменты, например, про страйки. У меня не было ни одного страйка. А вы, например, даже не знаете, что такое страйк. В общем, тонкости, вот эти технические моменты я буду опускать и просто говорить все это, чтобы было понятно вам. Я сначала подумала, что это какой-то прикол, наверное. Мошенники. Захожу на свой канал. У меня нету никаких прав. Я не могу посмотреть свой доход. Я не могу посмотреть свои аналитики. И все такое. Все по нулям. Представляете? Я понимаю, что на самом деле у меня просто отняли партнерку. То есть я больше не партнер ютуба. У меня прям, знаете, так руки дрожали. Я настолько испугалась. Потому что канал это как твой ребенок. По большому счету, например, этот канал я потеряла. Я создам новый канал. У меня есть аудитория. Минимум 50 тысяч человек, которые постоянно меня смотрят из видео в видео. По-любому в ютубе там они введут Айка Эмили и будут смотреть меня на другой странице. Какая разница? Одно и то же. То есть именно обидно то, что это как твой ребенок, которого ты растил с малых лет. Здесь столько видео твоей истории регрессирования. Нет, прогрессирования. Иногда мне сама бывает любопытно. Я захожу на старые видео и смотрю их. Для меня лично это трагедия. И возможно, вы не поймете меня. Но человек, у которого тоже есть канал, хоть небольшой, там 10-15 тысяч подписчиков, тот поймет, насколько это важно для блогера. если меня уволят с основной моей работы, да простит меня мой двоюродный брат, мне будет не настолько обидно, как потерять свой канал. У меня истерика, я начинаю плакать, я не понимаю, что делать, как. У ютуба есть очень хорошая техподдержка. У тебя что-то случилось, ты можешь к ним обратиться, но ты можешь обратиться только в том случае, если ты ютубер, если ты их партнер. А если у тебя отнимают эту возможность, то есть тебя как бы увольняют, то следовательно эти все возможности для тебя уже недоступны. У меня уже все, у меня истерика, я не знаю, кому звонить, что делать, но вы знаете, хорошо оказаться в этой ситуации, потому что я теперь знаю, что делать в таких ситуациях, если в случае меня, например, украдут канал или, не знаю, произойдет опять какая-то ситуация, я уже знаю, как действовать. Оказывается, есть моменты в настройках, есть моменты с тегами. Я не буду вдаваться в подробности, но я вам скажу так, я не знала, что так нельзя. Дело не в том, что я говорю в видео или как я назвала видео, дело именно в настройках канала, в настройках конкретного видео. Вот там конкретные мелочи приводят к огромным просто проблемам. Проблемы могут быть вплоть до того, что у вас просто удалят канал, представляете? Я всегда думала, что это мелочи. Я сейчас вам начну объяснять, вы это не поймете. В общем, огромное спасибо Ченаре, помните подписчица, которая у меня была на Мукбанке. Ее муж тоже ютубер, причем такой крупный и во всем очень хорошо разбирается. он мне там оперативно так помог. И он, и вообще я просто познакомилась с людьми, которые реально могут решить любую проблему на ютубе. И теперь я начала понимать, что все-таки наверное важно иметь партнерскую программу. Это как бы посредник, это как твой продюсер между тобой и ютубом посередине получается. Вот такие вот ситуации как раз таки приводят к таким моментам. у меня слава богу есть второй канал с монетизацией. Фишка заключалась в том, что с маминого канала как бы монетизацию не убрали. поэтому с маминого канала я спокойно смогла написать техподдержку, выяснить, тыры-пыры. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, кто в такую трудную минуту мне помог, а я вам не рассказала самое главное. В общем, мне объяснили причину, почему у меня так произошло. и дали мне 30 дней на решение проблемы. Решите эту проблему во всех своих видео, измените настройки и так далее. И через 30 дней подайте заявку на рассмотрение вашего канала. Я такая думаю 30 дней. В принципе я смогу и снимать видео, но я-то не знаю через 30 дней ошибка, которую мы выявили, соответствует ошибке, которую выявили они, потому что они конкретно не говорили, что их не устраивает. вам кажется это полнейший бред, я не буду вдаваться в подробности, потому что вы все равно это не поймете, меня поймут только ютуберы. как за меня переживала жаль как за меня переживали другие подружки, вот прям реально чувствовалась эта искренность, та же чинарочка, спасибо ей огромное, реально прям чувствовала, что люди за тебя переживают, пытаются что-то изменить. самое главное сейчас все оперативно мне исправили, команда долго работала над решением этой проблемы, но на дальнейшее я думаю, что нужно создать второй канал, можно влоговый, например, отделить влоги от мукбанков и создать другой канал и как раз там выпускать мои влоги, например, или мукбанки там. В общем, суть заключается в том, что нужно иметь запасной резервный канал в случае чего. Потому что жизнепредсказуемая штука, все может быть в этой жизни. Обязательно надо иметь второй канал активный. столько я стресса прожила за этот день. Я похудела на килограмм. Я целый день абсолютно ничего не ела. И прикол, знаете, в чем заключается? Я в инстаграме в истории написала, что это худший день в моей жизни. И на самом деле это было так. Я просто, не знаю, у меня такое ощущение было, что мир перевернулся просто. Настолько я люблю, настолько я горю этим делом. когда тебя увольняют с основной работы, ты понимаешь, что это не твое детище, это не твой ребенок, которого ты растил с малых лет, когда у тебя было 30 просмотров, 40, 60, и потом вот ты поднимаешься, поднимаешься. Самое главное, все, что с нами происходит, это в той или иной степени это опыт. Вот я бы не столкнулась с этой проблемой, я бы и дальше в настройках своих видео совершала бы эти ошибки. Так как у меня много видео, получается, в каждом видео я совершаю одну и ту же ошибку, и лимит вот этой ошибки он превышается автоматически. Сейчас уже все хорошо, все отлично. В прошлом ритме мы продолжаем с вами снимать мукбанки, влоги и так далее. Ну, конкретно я понервничала. Мукбанки. Когда все вернулось В круги свои Я такая счастливая была Я просто Просто не знала, что мне делать И брат переживал Постоянно звонил, что, как, что Мама мне такая говорит Че ты переживаешь? Не переживай Айкук твой канал Будешь снимать свои мукпанки на Айкук Я все равно его забросила Я знаю, мама это говорит, чтобы я не расстраивалась Потому что Айкуком все было отлично То есть с ним никаких проблем не было Были проблемы с моим основным каналом Мама больше всего не хотела, чтобы я расстраивалась Готова была даже отдать свой канал Мама говорит Мне создашь потом другой канал Все подпишутся, ничего страшного Айкук возьмешь себе И вот чувствуется материнская любовь Обычно, когда возникают какие-то проблемы Например, я что-то не то сказала в видео Мне просто говорят, что, например, в таком-то видео На такой-то минуте Ты сказал такую-то фигню Пожалуйста, вырежи это или удали это видео Я говорю, окей Но я была в шоке от того, что все мои видео Не соответствуют условиям партнерской программы И вечером, когда я захожу И смотрю, что у меня письмо Добро пожаловать Вы опять у нас работаете Тыры-пыры Просто взломать ютубера Это почти нереально Если даже вы знаете логин и пароль От моего канала Вы все равно не можете зайти В этом плане, слава богу, все хорошо Я вот искренне вам могу сказать Что это один из худших дней моей жизни Ты просто не знаешь, что делать У тебя вот такие вот глаза по 5 рублей Спасибо Аллаху и всем людям вокруг меня Что помогли мне разобраться И мне не пришлось ждать 30 дней А за один день все решили В общем, на этом все, мои хорошие Спасибо, что досмотрели это видео до конца Если вы до сих пор кушаете То приятного вам аппетита Всех люблю, целую Пока